Дело в том, что есть специальная служба, которая отслеживает все полетные траектории различных объектов, которые летят в гейма-траектории нашей орбиты. Есть определенные параметры этого объекта, с которым мы двигаемся по кругу Земли. Если вы считали, что есть вероятность, что космическое тело влетит не в нас, а в наш движущийся, примерно 300-500 км. Такой пространственная фигура влетит в нашу сферу, попадет, значит тогда они нас влетят об этом. Но, говорит, ничего страшного, он с вами никак и никаким образом не пересекается. И вероятности поражения, и влета вашего сферы тоже как бы нет. Поэтому мы спокойно пришлись к этому, очередную разу пришлись к этому. Это для нас не проблема. Если бы было что-то угрожающее, будьте как-то на волосок ближе к нам, то тогда бы уже нас предупредили, нам бы дали специальные радиограммы, в которых было написано, что тогда-то будьте готовы занять свои места в корабле, быть готовы к пересыковке. И, например, будут поднимать орбиту для нас, чтобы сделать какой-то маневр противометеоритный и так далее. Вот на данном случае это все было практически естественной информацией для нас о том, что летит и будет пролетать мимо. Вот и все. Ромочка, спасибо большое. Я спросила, видели ли вы или нет? Хоть чего-нибудь не видели? Потому что вас-то предупредили, наверное, о том, что безопасно, а вообще-то жителей нашей страны никто не предупредил. Для них это стало... А вы ничего не видели, да? Если мы говорим про вот этот метеорит, который расчетный был и про который я говорил... Который нерасчетный? Смотрите. Расчетный пролетел себе и... Нерасчетный вообще нет. Мы узнали только после того, сразу практически через час, как он влетел в плотность своей атмосферы и разрушился на Челябинск. Вот. Эту информацию мы сразу получили, нам сообщили, мы сразу получили новости, мы сразу посмотрели в интернете, да, и эти фотографии мы тоже в том числе видели. Вот. Где там в спортзале окно вышибло, где-то платье окно на балконе вылетело. Ну, в принципе, я думаю, это не очень большие разрушения. Вот. Скорее всего, подожди, что мог ищить, и там вот приписали. Да нет. От трюков пострадали очень многие. В общем, получается, что земляне, да, получается, что земляне не уверены теперь, тем более стали в том, что у нас есть какая-то защита или система оповещения об этом, что у нас жизнь на земле не такая уж она и защищенная от сторонних сил. Да, да, это так.